В фуфу я начал играть очень давно, где-то примерно в 2004 году, когда совсем был, можно сказать, ребенком. Тогда отец принес домой приставку PlayStation 2, был мой день рождения. Я 8 лет занимался профессиональным футболом, закончил детско-киническую спортивную школу. Был небольшой шанс стать футболистом, реально, но как бы я эту идею оставил с миром. И вот у меня сразу после обычного футбола появился кинуть футбол. Мой самый первый серьезный турнир был чемпионат России 2016 года. Я уже представлял красно-белые цвета команды Rage, и там я, можно сказать, начал свою киберспортивную карьеру. Так вышло, что совершенно случайно меня взяли в самом начале моего пути в киберспортивную команду. И там были ребята, которые достаточно давно играют, с которыми мы играли товарищеские матчи, с которыми, грубо говоря, учили меня как-то чему-то новому. Я узнал какие-то фишки, новые схемы, новые тактики, и вот эти спарринги, 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 как бы, ну, породили во мне интерес к киберспорту, киберфутболу. И то есть вот я уже вместе с этой командой, ну, потом уже отдельно начал как-то двигаться. Ну, и вот сейчас вот уже все, конечно, вышло на другой уровень. Сейчас все профессионально, все серьезно. Многие считают, что FIFA это даже не киберспорт. То есть это просто, как сказать, симулятор футбола. Есть какие-то свои пеньки, которые вот в других играх, допустим, нет, в Counter-Strike, такого нет. Есть такое понятие, как Gundy Cup. Это когда игра помогает слабым. Просто когда вот видишь такое, это, говорит, говоришь, игра, думаешь, что... Всегда интересно играть с соперником, который сильнее тебя. То есть вот, ну, как бы, есть люди, конечно, которые сильнее меня гораздо. Когда я с ними играю, я реально получаю удовольствие. Это заряжает тебя такой энергии, ты чувствуешь себя, блин, богом этой жизни. И вот в эти моменты ты думаешь, блин, не зря я стал киберспортсменом. Команда летает на сбор, так мы собираемся на буткемп. То есть для кейсеров это гораздо важнее. Для фиферов они тоже спрашивают, типа, ты же фифер, ты же один играешь, типа, зачем тебе здесь? Тут гораздо комфортнее играть, нежели дома, потому что все-таки тут именно атмосфера. То есть тут я гораздо реже на что-то отвлекаюсь, тут у меня расписан день. Опять же, киберспортсмены это все-таки обычные люди. Мы там неограничены, мы не разговариваем только об играх. Блин, обычные нормальные ребята. То есть, конечно, когда у нас есть свободное время, мы на все темы можем в том месте поугарать. Я в Counter-Strike еще ни разу в жизни не играл. Вот честное слово, я просто поражал. Они такие, они с кем-то разговаривали, как ты играл, это же там легендарная игра. Блин, ребят, у меня комсалду был, я что-то не решался покупать. А в фифу да, когда у них есть свободное время, они такие, так, пойдем сыграем. Иногда играю с ними фифу, развлекаю их, можно сказать. Даю мастер-классы. С Форзо произошла достаточно красивая история. То есть, был Кубок России, после Кубка России связались с представителем. Так оказалось, что нам с Форзо по пути, что мы все хотим развиваться, расти. Сейчас я в киберспортивной организации, которая понимает, как работать с игроками, которая очень много вкладывает в нас, которая дарит нам просто сумасшедшие условия для роста. И сейчас я, можно сказать, в киберспортивном раю, потому что здесь вся техника, которая мне необходима. И за это огромное спасибо, конечно, Форзо. Конечная цель – привести Кубок Чемпионов мира для Форзо.